Итак, вот так выглядит в интерьере мой шкаф. Он занимает очень мало места, благодаря зеркалам, зеркальным фасадам, которые выполнены специально для меня. Он совершенно не скрадывает пространство, наоборот, он его расширяет и практически не заметен в моем интерьере. Как я начинаю свою работу? Я его выдвигаю. Одно это делать. Обычно я его так слишком уж прям не собираю. Я это делаю, когда приходят гости. Чаще всего он у меня наполовину разобран. Так. 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 Вот так это выглядит. Вот так и... Самая моя любимая, невероятно вместительная вещь, это вот это вот выкатные полочки, выкатные секции, они оказались невероятно вместительными, и к моему удивлению сюда поместились все мои художественные материалы, все-все-все краски, пасты, которые у меня только были. И спреи, и пасты, и порошочки, еще спреи, еще пасты, вся моя микс-медиа, опять чернила, краски, пасты, пудры для эмбоссинга. Когда я рассчитывала высоту этих полочек, конечно же, я заранее уже определила для себя, где у меня что будет храниться, и исходя из этого уже рассчитывала высоту каждой полочки. Здесь у меня также всевозможные баночки с топпингами, здесь всевозможные дозаправщики, одна даже полочка у меня, кстати, пустует, настолько вместительная, я пока еще не знаю, что сюда размещу. Здесь тоже всевозможные топпинги, воски, краски, все поместилось, здесь у меня хранятся штампы, просто не нарадуюсь. Такая секция есть еще и на центральную часть, но у меня на центральной части красота будет храниться. Очень удобная вот эта вот часть стола, которую можно при необходимости убрать, и она совершенно спокойно мешает. Вот эти вот полочки ниже у меня предназначены для хранения бумаги, вот эти вот боковые полочки, также у меня еще пока даже не все заполнены, здесь у меня какие-то вот такие вот вещи, клеи, пасты хранятся. Боковая секция, здесь у меня... ой, сейчас, чтобы было лучше видно. Здесь у меня хранятся инструменты, всевозможные пакеты, брат, ножи, все, я расположила по коробочкам. Ножи, это полочки для ножей, дальше опять идут инструменты, штампы и цветочки. Здесь также у меня какие-то такие вещи располагаются, да, которыми я часто пользуюсь. На крючочке можно повесить что-то, и вот тоже еще пока еще пустые полочки. Это нижняя часть под столом, здесь у меня в основном располагается бумага, картон, которым я пользуюсь чаще всего. Также у меня здесь вырубка, чиборта, коврики для плотера, проект, который я начала и не закончила, там также бумага АБ-студио, коврики для плотера, бумага стампелья. Вот, в общем, все крайне удобно и вместительно. На вот этой вот навесной секции здесь у меня место для текущих проектов. Здесь у меня хранится бумага, очень удобные крючочки, на которые можно что-то вешать. Полочки я пока просто положила, так как я их не использую, поэтому они у меня пока пустуют, и крючочки также еще не на что, нечего пока что на них повесить. Но, как видите, очень много места еще у меня свободного, да, это говорит о том, что шкаф крайне-крайне вместительный у меня сюда. Поместилось абсолютно все, все мои атрибуты. Единственное, что бумага, которая просто хранится, которую я не использую на данный момент, и она у меня лежит в коробке под диваном. Ну и вот последняя боковая часть нижняя, да, также у меня здесь хранятся материалы, инструменты. Это у меня отдел для штампов. Здесь у меня все для цветов. Я сделала вот такие себе комбинирочки, в которых все хранится. И здесь очень удобно хранятся всевозможные рулончики. Вот, винилечки висят на крючочках. Все крайне удобно, я безумно счастлива своим приобретением.